Я попрошу коллег-менторов дополнить, просто мне кажется важно того, как все выйдут с презентациями, сказать, собственно, от чего будет хотеться услышать. То есть, я думаю, что, наверное, большинство разделит такой подход. Хотелось бы услышать внятную и четко формулировку, над какой проблемой вы работали, какую проблему вы решали, и там, если можно коротко, почему, почему она достойна, важна и так далее. Второе, собственно, какое решение вы предложили, и там, что конкретно вы сделали вы лично и конкретно за Хакатон. Вот, если я что-то забыл, коллеги дополучили меня. То есть, вот эти три вещи будут, ну, как бы, будет важно услышать, чтобы мы могли адекватно оценить, собственно, участников Хакатон. Над какой проблемой вы работали, какое решение вы предложили, и что конкретно именно вы, именно за Хакатон сделали, правильно ли? Да, и, наверное, хочется сказать о том, какой вы вижен, какой вы потенциал видите в том, что вы сделали, что это не просто там поигрались за два дня и потом кинут, что это действительно приведет к чему-то, и что у вас есть намерение это развивать. Ну, можно и визаж. Ребята, вы готовы? Да, готовы. Прогласите, да. Маленькое предусловие. Ребята, мы, наша команда разработала два параллельных решения, поэтому мы бы их решили и попросили выйти с двумя разными презентациями. То есть, один человек сейчас покажет одну часть, и мы позже покажем вторую часть. Добрый вечер. Простите немножко за опоздание. Значит, наша команда разработала одно из решений. Это создание автоматизированной системы, позволяющей оптимизировать работу медицинского учреждения. Значит, схема работы следующая. У нас есть база данных центральная, которую наполняют доктора, принимая пациентов в лабораторию, делая какие-то всевозможные анализы, ну, разные данные медсестры, которые на наблюдательных постах осматривают пациентов, ну, и, соответственно, приемные. У нас есть МЛ-решения для, значит, диагностики заболеваний, которые по базе данных обучаются и, соответственно, делают диагностику заболеваний, выявление риска заболеваний. У нас в системе есть рекомендательная система покупки лекарств. Это такая система, то есть, когда выписывает доктор лекарства, можно построить карту, где можно купить эти лекарства, возвращаясь к доктору. Возможно, там аналоги более дешевые, ну, в общем, это тоже такой алгоритм. Ну, и, соответственно, такая частая тема, это чат-код для оперативного обслуживания. Собственно, что сделано за хакатон? Хакатон, в принципе. МЛ-аугоритмы, опробованные МЛ-аугоритмы для диагностики заболеваний под ада-сетом, которые были выложены на кагрии. Есть МЛ-аугоритмы, были опробованы МЛ-аугоритмы для выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. Есть алгоритм, определяющий, значит, по тексту содержащему симптомы заболевания, определяющий болезнь. И есть алгоритм сентиментального анализа твитов. То есть, значит, вот у нас есть социальные медиа, с которых мы можем брать данные. В частности, сейчас только был опробован алгоритм для твитов. Вот. И на выходе мы можем, нужно будет сделать, значит, приложение, которое позволит пациенту общаться с доктором, вводить свои симптомы, скажем там, какие-то наблюдения и получать оперативную помощь от докторов. Что хотелось бы сделать еще? Значит, сама система, естественно, за такой короткий срок накопления данных, она не готова, но в целом есть понимание, как ее решить. Неплохо было бы прикрутить на это все электронную очередь на основании данных, иденных к пациентам. То есть, вот этот алгоритм, который, чат-код, да, то есть, вы в приложение вводите свои симптомы, и уже сама система решает, какому доктору, когда вас записать. На какое время, насколько это критично, вот. Ну, то есть, сама система это решает. Значит, приложение для смартфона было бы неплохо сделать, которое будет напрямую общаться с системой и, ну, соответственно, записываться на прием, там, общаться с доктором и т.д. Также было бы очень интересно сделать алгоритм, определяющий совместимость лекарств для пациента, для того, чтобы, если система, которая, чат-код, скажем так, для оперативного обслуживания, выделить неправильно болезнь, для того, чтобы не было, скажем так, сильных, больших последствий, то есть, было бы неплохо совместимость лекарств, чтобы снизить риски. Ну, так же, да-да. Так же, неплохо было бы разработать алгоритм, есть понимание, выявляющие болезни, носящие наследственные характеры, алгоритмы, предсказывающие удостоверение хронических заболеваний. Как будем зарабатывать? Это размещение рекламы в приложении, размещение рекламы на сайте, получение комиссии с продажей пациентских компаратов. Так же, неплохо было бы прикрутить подписку тревожная кнопка, то есть, для пошлых людей. А где само решение, ну, как оно вообще выглядит, работает? Да, покажите, пожалуйста. Значит, вот, ну, если можно, вот, последний, да, вот, значит, симптом с ауга, да, кликните, пожалуйста, на него. Внизу симптом с ауга, да, это один из алгоритмов. Ну, если можно прокрутить немножко ниже, значит, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще. Это для очистки, то есть, ну, у нас есть симптомы, собраны, можно прийти, открыть, придите, пожалуйста, на презентацию. А есть какой-то пример, вот, например? Вот, я покажу. Значит, вот, есть у нас симптомы, да, то есть, есть болезнь и есть симптомы. Вот. Это когда... А пример вашего... Вот, сейчас, сейчас покажем, да, значит... Вот, значит, у нас... Две минуты? Две минуты, да. Тестовая, да. Да, тестовая. Значит, у нас есть тестовые данные, сделаны... Да, откуда, пожалуйста, чуть пошире. Значит, тестовые данные – это предложение переписки. То есть, ну, где пациент выречисляет свои симптомы. Вот. Разумеется. А вот это результаты предсказаний. То есть, у нас есть база данных симптомов. Мы по этой базе данных обучаем модель. Это, ну, НЛП-процесс, там, значит, при помощи логистической регрессии. То есть, мы, как обычно, да, там, считаем количество слов. Вот. Тренируем модель на этих симптомах. Потом подаем тестовые данные. Это предложение, да, переписки, там, ну, примерно, да, переписки. И получаем в результате... Видите, пожалуйста, на результат. На результат. Да, и получаем вот результаты. Ну, скажем так, то, что успело добиться, да, то есть, вот у нас есть 10 предложений. Из них, то есть, вот это то, что должно было быть, вот это то, что получилось. То есть, вот, конкретно, ну, вот, допустим, есть анемия, да, и вот, я не знаю, как это прочитать. Моя жизнь никогда не будет прежней, да, оказывается рыжая. Вот, а не то, что мы с вами не повторяем. Вот. Ну, в общем, вот она предсказывает, какая болезнь. Соответственно... В принципе, понятно. Но, вот, единственное, что не совсем понятно, если вы откроете тест в CSV, то там люди общаются медицинскими терминами. Ну, то есть, у вас система только принимает на вход, вот, если доктор написал. Потому что, ну, откройте тест в CSV. Ну, там, да, вы откройте, пожалуйста. Собственно, я делал датасет, я не успевал уже распарсить форумы, да. То есть, в принципе, тут посмотрим... Да, ну, вот, собственно, первое предложение, то есть, как бы, ну, там никаких особо докторских терминов нету, собственно... Ну, например, если бы грипп был, то я бы сказал, у меня болит голова, у меня высокая инфраструктура. А, можно... Сейчас, секундочку. Смотрите, вот. То есть, I have... Ну, то есть, как бы, у меня есть простуда, у меня есть болезнь в горле, у меня есть высокая инфраструктура. Окей. Вот, то есть, ну, как бы я делал сам датасет, да, то есть, там, от откровенно легких, да, до откровенно таких черщиков-перебенышек, да. Спасибо. Ребята, первому всегда тяжело. Обратите, пожалуйста, внимание, на что тратить время, Ratsen, чтобы вы успели презентовать и показать, и показать, что вы уже сделали, и, возможно, где-то что-то разделите правильно, в общем. И вторая презентация этой команды, вы уже выставили, все готово. Открываем. 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 Открываем.